В декабре 2011 года буровая платформа «Кольская» при буксировке через Охотское море попала в шторм. Утром раздались позывные СОС, а уже через несколько часов платформа затонула. Из 67 человек, находившихся на борту, 53 погибли, из них было найдено только 17, в том числе 9 жителей Мурманской области. Сегодня на 53-м секторе городского кладбища Мурманска состоялось открытие мемориала памяти морякам и нефтяникам самоподъемной плавучей буровой установки «Кольская». Черный обелиск с надписью «Трагически погибшим на СПБУ Кольская» и 9 могил у подножия. Здесь захоронены мурманчане, члены экипажа «Кольская», чьи тела удалось достать из холодных вод Охотского моря. 42 нефтяника так и остались пропавшими без вести. Память обо всех погибших, будь то мурманчане, будь то не мурманчане, должна быть увековечена в нашем городе. Потому что люди живы до тех пор, пока о них жива память. Это правда. Поэтому пусть земля им будет пухом, а память о безвременно погибших будет вечно жить в сердцах их родственников, близких и всех жителей города-героя Мурманска. Почему 53 человека оказались на буровой установке, которую, вопреки всем морским законам, буксировали при штормовой погоде? На эти вопросы родственники так и не получили однозначных ответов. Но сегодня, наконец-то, появилось место, куда можно прийти, вспомнить, возложить цветы. Все мы знаем, что смерть выбирает лучших. И действительно, 53 лучших сотрудника «Артик-Морнефтегазразведки» погибли вместе с Кольской. Пройдет совсем немного времени. Я верю в это. Мурманск станет столицей арктических нефтяников. А мурманчане всегда будут помнить Кольскую. Открытие этого мемориала ждали три года. Родственники погибших нефтяников хотели, чтобы памятник появился в черте города, на сопке рядом с маяком. Существует статья закона, по которой в течение пять лет после события мемориальный комплекс нельзя в черте города устанавливать. «Артик-Морнефтегазразведка» обещала изначально сделать на кладбище. Сделала на кладбище. Наталья Дмитриева, дочь капитана Буровой Михаила Терсина, намерена через два года снова обратиться к властям с требованием о строительстве мемориала в Мурманске. Продолжение следует...